Добрый день! 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 обучение. И все сразу начать выдавать BIM-проекты с нуля ведь не смогут. И все консультанты говорят о сроках от одного до трех лет для успешного перехода на новую технологию. И для них тем это будет аккуратно разложено и по правильно названным папочкам файла в соответствии с XML-схемами или еще чем-то подобным в формате PDF или опять же в XML. И постепенно они будут учиться у центральных передовых регионов, повышать требования к себе, к подрядчикам. И года через три региональный ТИМ догонит столичный. Я считаю, что ТИМ это BIM. Новый этап автоматизации или как модно сейчас говорить цифровизации. С глубоким перестраиванием процессов взаимодействия участников. С новыми принципами работы с информацией. Но ТИМ это не самостоятельные технологии. Корректно они заработают и дадут максимальный эффект в комплексе цифровизации строительной отрасли. ТИМ затрагивает всех участников. Основная нагрузка в первую очередь ложится на заказчиков, проектные компании и экспертизы. Но они сами не смогут внедрить ТИМ без нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения со стороны государства. Понятно, спасибо. А какая тогда государству выгода от применения ТИМ? Как и любому заказчику, выгода от применения ТИМ для государства – это, конечно, экономия. Экономия и финансов, и времени. В настоящее время в качестве одного из показателей нацпроекта озвучивается строительство 1 миллиарда квадратных метров жилья к 2030 году. Только вдумайтесь в эту цифру. Это не 10, не 100. Это 1 миллиард квадратных метров жилья. Спроектировать, построить, а потом и содержать такой огромный жилой фонд – это весьма затратно. Не только в части финансов, но и в части времени. Более того, добиться такого показателя классическим способом введения строительства просто невозможно. Требуется увеличение производительности труда, требуется повышение эффективности всех процессов на этапах появления объекта капитального строительства. Кроме того, необходимо также уменьшение числа согласительных и разрешительных процедур, но, естественно, не теряя в качестве и безопасности этого жилья. И ТИМ в данном аспекте – это один из таких инструментов, который помогает эти задачи решить. Поэтому для государства данная выгляда весьма очевидна, как мне кажется. Пользование ТИМ в жилищном строительстве позволит делать процессы реализации проектов более прозрачными. Для банков, как основных источников финансирования, использование ТИМ позволит снизить затраты на проектное финансирование, что приведет к уменьшению сроков рассмотрения заявок, снижению рисков, снижению нагрузки за контролем строительства, снижению затрат на финансовый контроль. Для строителей это позволит снизить объемы закладных резервов в заявках на проектное финансирование и перенаправить эти средства на дополнительные проекты, что в итоге для государства позволит увеличить объемы строительства и снизить себестоимость строительства. Ну, я что могу сказать? Поскольку переход на BIM во многих компаниях начался задолго до того, как о нем узнали в государстве, о нем это о BIM, и назвали что-то подобное ТИМом, этот переход может быть выгоден и отдельно взятым проектным компаниям. Это уже практика показала. Это контролируемое более высокое качество проектирования, что можно сделать своим конкурентным преимуществом. Это возможность работать с наиболее требовательными заказчиками, следовательно, с наиболее платежеспособными, контракты с высокой маржинальностью. И, конечно, государственный заказчик такими характеристиками пока, по крайней мере, не обладает, и работать с ним хотят далеко не все. Какую выгоду может принести ТИМ тем, кто все же работает? Честно говоря, я вижу пока гораздо больше рисков и для генпроектировщиков, и для генподрядчиков, больше рисков, чем выгод. Потому что не вполне сформированные требования на государственном уровне к информационным моделям, а вот отсутствующих определений до несовпадающих перечней параметров в разных документах. Отсутствие шаблонов государственных ТЗ на БИМ, то, что в ТЗ на ТИМ, то, что в БИМе называют ЕИР, отсутствие однозначных целей даже ТИМ. Сейчас ГОСТ на эти цели только в разработке. И не факт, что инициаторы перехода на новые технологии, они согласятся с теми целями, которые будут прописаны в ГОСТе. И обязательность предоставления ТИМ с 1 января, она эти все риски отсекает и говорит, что как бы там плохо ни было, все равно с 1 января давайте, будем начинать. Все это широкое поле для манипуляций и риск неприемки работы подрядчика. Список рисков можно дополнить и низким уровнем квалификации самого госзаказчика. Даже если специалисты их прошли курсы повышения квалификации в 72 часа, пусть даже в лучшем из образовательных учреждений, сегодня нам Михаил уже показал примеры, как будут выглядеть такие курсы. Немногие успеют это сделать. Все равно к этим 72 часам нужно добавить хотя бы год практики, чтобы начать разбираться в том, что заказчикам будут приносить подрядчики. А его не будет этого года. Практика будет сразу в боевых условиях. И кто-то больше пострадает, это, конечно, большой вопрос, но риск есть для всех. Что касается генподрядчика, то с ним тоже большая проблема, потому что как только цены на материалы станут абсолютно прозрачными для всех, что есть одна из больших целей, BIM, TIM, чего угодно для государства, прозрачность, все про это говорят. Вот как только цены станут прозрачными, то окажется, что нельзя зарабатывать на наценки на материалы, накручивать на них что-то. Полностью как мы закупаем по самому последнему звену в цепочке материал, по той же цене мы его продаем госзаказчику. И оказывается, что на генподрядные остаются ровно те сметные, не помню, 8, по-моему, процентов от цены контракта, или даже меньше, по-моему, меньше, которые заложены на это в сметных расценках. А все давно понимают, что за эти деньги, за эти проценты генподрядная компания, она существовать не может, потому что риски, которые у нас закладываются в генподрядные договоры, они кратно выше, чем вот эти проценты. И да, сейчас это криво, сейчас генподрядчик, он компенсирует вот эти вот недозаложенные проценты, накручивая стоимость материалов, субподрядных работ. А как только его лишат этой возможности, это прямой путь к банкротству. И результат здесь, Тима, будет неутешительный, если все пойдет по такому сценарию. Тут я надеюсь, что при первых сигналах с рынка государство сможет оперативно отреагировать и, например, пересмотреть подход к ценообразованию на услуги генподряда, обратясь, может быть, даже к европейскому опыту. Там у них это все совершенно по-другому устроено, чтобы крупнейшие строительные компании не ушли с рынка, или, по крайней мере, с рынка госзаказа. Спасибо, коллеги, за ваше мнение. А теперь хотелось бы поговорить о последних постановлениях правительства. Новые принципы работы с бюджетными объектами в соответствии с постановлением правительства РФ номер 331 запускается после 1 января 2022 года обязательное формирование и введение информационных моделей, что влечет изменения процессов и подходов в государственных и коммерческих организациях. На кого распространяется действие постановления 331 и кому, что и когда нужно делать? Постановление правительства номер 331 5 марта 2021 года четко говорит о том, что все работы по проектированию строительства или эксплуатации объектов капитального строительства, договоры на которые были заключены после 1 января 2002 года с привлечением средств бюджетов Российской Федерации должны вестись с применением технологий информационного моделирования. Исключений нет ни в части назначения объекта капитального строительства, ни в части его стоимости. Но фактически это означает, что с 2022 года только начнутся проводиться конкурсные процедуры на разработку проектной документации с применением ТИН. Ближе к третьему кварталу данные объекты только зайдут в экспертизу, и в стройке они окажутся в лучшем случае в 2023 году. Эксплуатация, соответственно, таких объектов начнется не ранее, в 2024-2025 году. В первую очередь нужно готовиться к коммерческим проектным компаниям, которые будут работать с госзаказом. У них осталось мало времени. Первые контракты уже будут разыгрываться в январе 2021 года. Им необходимо оперативно пройти обучение для руководителей, для понимания, что будет требовать госзаказчик, в контрактах в части ТИМ, чтобы правильно оценить свои возможности и риски, и понять, к чему готовить сотрудников. Для компаний, которые хотят выиграть контракты, где включены требования по обязательному формированию цифровых трехмерных моделей, необходимо начинать обучение сотрудников в работе в специализированном ПО, изучать требования экспертиз, вносить изменения в процессы работы. Чуть больше времени у подрядных строительных компаний. Первые объекты ТИМ к ним начнут поступать во второй половине 2022 года. Но так как тема достаточно сложная, приступать к обучению и освоению ТИМ им надо начинать уже сейчас. Оно распространяется на рынок строительного госзаказа, на котором мы, если говорить про ту компанию, которую я возглавляю, мы на нем практически не работаем. По простой причине низких стоимостей работ, и особенно там, где конкурс не представляет интереса для каких-либо аффилированных с заказчиком работ компаний, и проводится вот абсолютно честный конкурс по 44-му или 223-му федеральному закону. И там зачастую падение по цене достигает 40%, а то и еще больше. Компании Димпингу, особенно если это компании из регионов, которым, например, нечего терять, и мы с ними не можем конкурировать чисто по цене. А других критериев в случае конкурсов по госзаказу их практически нет. Поэтому мы пока что будем следить за развитием событий, за совершенствованием нормативной базы и повышением компетентности, надеюсь, госзаказчиков. Надеюсь, так будет. А какие нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы определяют, поддерживают и обеспечивают исполнение постановления? В настоящее время такими правовыми актами являются в основном это СП-333, СП-404, постановление правительства 1431, уже упоминаемое здесь. А также постановление правительства 14-16 о классификаторе страйк-информации. Сюда же можно отнести разрабатываемый ГОСТ у нового стандарта ЕСИН, который уже планируется к выходу в текущем году. И, собственно, верхний уровень список на этом исчерпывается. Хотя, конечно, всегда можно бы добавить еще приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2020 года, 854, об утверждении методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации в формате информационной модели, а также об утверждении XML-схемы, подлежащей использованию при формировании локальных смертных расчетов, обязательных уже применений с 18 августа текущего года. Но, собственно говоря, на этом полностью список нормативки пока исчерпывается. Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы сейчас формируются. Но пока она недостаточно. В первую очередь, она недостаточно проработана в части стоимости применения ТИМ. В настоящее время есть детальная оценка стоимости проектной изыскательских работ, выполняемых цифровой трехмерной информационной моделью. Есть возможность включения работ по ТИМ в основании сметы. Но детализации, как рассчитать затраты на ТИМ на этапе строительства или эксплуатации, нету. Как выделить затраты на пир, только на формирование и ведение информационных моделей, нету. И полностью отсутствует компенсация затрат застройщиков, технических заказчиков на формирование и ведение информационных моделей. А с учетом того, что эти модели у них должны храниться без срока давности, это требует финансы на специалистов, оборудование и программное обеспечение. В дополнение к сказанному могу еще привести постановление правительства Российской Федерации 1428, ну они там 1416, 31, 28, они все про одну и ту же тему. И раскрою то, о чем уже говорил Роман, про систему государственных стандартов, единой системы информационного моделирования, которую сейчас по заказу Минстроя разрабатывает ОЦКС Росатома, ну не то чтобы даже по заказу Минстроя, как бы это обставлено, что они делают это по своей инициативе. Ну понятно, что все-таки Минстрой тут является заказчиком всей этой системы. Но с этими ГОСТами есть целый ряд проблем, потому что, во-первых, самих этих ГОСТов очень много, и понятно, что разработать такой корпус нормативной документации, их там больше 70 штук, быстро не получится. Во-вторых, они сами по себе очень объемные, и я вот даже как член под комитетом 5-го ТК-465 строительства, понимаю, что очень много времени уходит на то, чтобы просто прочитать текст проектов этих ГОСТов, выставить к ним какие-то замечания и какие-то обсуждения провести. Это вообще колоссальное количество времени с учетом того количества участников этого согласовательного процесса, который есть. И поэтому видится, что работа будет очень медленно. На данный момент принят всего один ГОСТ, основополагающий, который говорит о том, какие номера присваивать последующим ГОСТам, грубо говоря. К 1 января есть шанс, что примут суммарно около 15 ГОСТов, если все пройдет по плану. Но очень многих необходимых для работы ГОСТ заказа с информационным моделированием нормативных документов еще принято не будет. И в итоге мы начнем Новый год с недоработанной нормативной базы. Работать уже будет нужно. Коллеги, а есть ли ограничения по использованию программного обеспечения для формирования и введения информационных моделей и цифровых трехмерных информационных моделей? Определенно нет. Такая попытка была, сделать обязательно российское ПО, но по результатам анализа, проведенного в том числе и коллегами из Дома РФ, было установлено, что оно в значительной части не может составить конкуренцию западному ПО, по крайней мере там, где требуется проектирование линейных объектов или объектов непроизвестного назначения. Но это, кстати, не отменяет наличие уникальных решений мимо российских разработчиков, хотя в массе своей они являются закрытыми, разработанными под конкретных заказчиков. Но, кстати, хотелось бы сделать одну оговорку по данному вопросу. В Российской Федерации существуют требования о защите государственной тайны, а также о защите персональных данных. И оно препятствует применению ПО, которое используют облачные сервисы, расположенные вне пределов Российской Федерации. То есть, в частности, под такое ограничение попадают объекты метрополитена. Ну, наверняка, еще куча других объектов, которые содержатся в какой-либо государственной тайне. Ограничения по импортозамещению, кроме госзаказчиков, затронут также и банки. Но пока постановление 331 не распространяется на коммерческий сектор. Но банкам нужно начинать готовиться к работе с информационными моделями и цифровыми информационными моделями жилых домов. С использованием российского программного обеспечения, если они хотят быть конкурентно способными. Ну, к счастью, пока принятые нормативы определяют требования только к результатам информационного моделирования, этих результатов можно достичь в широком спектре программного обеспечения. Поэтому на данной стадии ограничений не видится. Могу дело, что в уже упомянутой мной системе ГОСТов, единой системы информационного моделирования, там среди проектов, стандартов есть стандарты, описывающие и регламентирующие уже не результат, а процесс информационного моделирования. И вот здесь могут появиться требования, которые будут выполнимы далеко не в каждом программном обеспечении. Здесь я надеюсь все-таки на то, что здравый смысл возобладает. И с утверждением ГОСТов регламентирующих процессов все-таки немножко подождут до тех пор, по крайней мере, пока не будут профсообществом выработаны лучшие практики в этом процессе. И уже после того, как эти лучшие практики будут всеми признаны, на их основе будет написан стандарт, который позволит в достаточно широком спектре программного обеспечения выполнять работу. Спасибо, коллеги. Действительно, пока законодательно оформленных ограничений нет, и мы также рассчитываем, что профессионалам рынка оставят свободу выбора. А как вы считаете, для контрактов, в которых будет обязательное требование по формированию ЦИМ, сейчас достаточно требований в нормативно-правовой и нормативно-технической документации? Да нет, сейчас отсутствуют документы, которые бы такие требования предъявляли. Те, что есть, например, СП-333 и 328, они оторваны от практического процесса проектирования, и их прямое применение невозможно. Это, собственно, то, о чем я уже говорил раньше, и повторюсь еще раз, что пока что, конечно, нормативная база недостаточная, это широкое поле для манипуляций со стороны заказчиков работы. Поддержу Александра. Пока детальные требования к ЦИМ отсутствуют, мало и в части строительства, и нет вообще в части эксплуатации. Система нормативно-технических документов ЕСИМ должна закрыть эти проблемы, но эти процессы длительные, и, по моим ощущениям, можно занять минимум три года. В целом, да, но если мы говорим о ТИМе в его начальной стадии, то есть как набора данных об объекте капитального строительства. Однако это верно только в том случае, если текущие изменения в постановлении правительства 1431 будут приняты, и трехмерная составляющая будет оставлена на усмотрение заказчика. Тогда он должен будет сформировать отдельные требования к этой самой трехмерной модели таким образом, чтобы проектировщики поняли и смогли выполнить его задачу. Но в будущем, я надеюсь, требования будут уточняться и дополняться, формировать какую-то общую структуру, применимую, возможно, для всего круга исполнительного и заказчика. Как вы думаете, не избыточны ли требования к наполнению ТИМ информацией из классификатора строительной информации и свода правил номер 333? Да, совершенно верно. Как это ни парадоксально, что при нехватке нормативных документов для регламентирования ТИМ, те, которые есть, они устанавливают глубоко избыточные требования в части параметров, например, по части классификатора строительной информации, СП-333. Там очень много требований, там огромные приложения, но при этом нигде не написано, зачем и как результаты вот этой классификации будут использоваться. Сначала нужно понять, в каком процессе будет использоваться информация и из какого параметра в дальнейшем, да, будь то проектирование, строительство или, может быть, в эксплуатации, а потом уже требовать заполнения этого параметра. И параметры эти должны быть синхронизированы. Нужно исключить наличие различных параметров в различных нормативных документах. Для одних и тех же элементов. Наставить только то, что реально нужно на данном этапе развития технологий. Дальше по мере повышения требований к модели, по мере повышения компетенции персонала, опять же, на каждом этапе жизненного цикла, естественным образом эти требования к параметрам, они появятся. С повышением уровня автоматизации процессов, строительства, эксплуатации, с повышением уровня интеграции различного применяемого ПО, да, и ПО этого меньше его не будет, его будет только больше. И будут требоваться различные данные, различные параметры. Когда они будут реально необходимы, тогда есть смысл повышать их число и вписывать новые параметры в классификатор. По моему мнению, ощущение избыточности классификатора строительной информации сформировано от недостатка информации. Нет понятного руководства, как однозначно применять классификатор, где и как в дальнейшем будет интерпретироваться информация. С СП дела обстоят еще запутанней. Данный документ добровольного применения. Классификаторы внутри СП частично не совпадают с КСИ. Разъяснения по приоритетности между СП и КСИ нет. Внесение данных в СИМ в ручном режиме трудоемкое. Требуется, чтобы это было автоматизировано в ПО. Но без понятных правил разработчики ПО не смогут это реализовать. Да, требования на текущий момент кажутся избыточными, но это только потому, что огромные пласты функционала даже не предусматриваются для применения на этапе проектирования. Значительная часть сферы деятельности классификатора планируется для применения в строительстве или в соответствии в эксплуатации. Но тем не менее, все равно, чтобы облегчить переход на применение классификатора, приноременно упростить применение для проектировщиков, обсуждалась идея утверждения XML-схем, так сказать, усечения функционала, поддерживающих только некоторый набор кодов самого верхнего уровня. И описание такой схемы одновременно являлось методическими рекомендациями для проектировщиков и экспертов, что именно нужно кодировать, как нужно кодировать, и для экспертов, соответственно, что именно надо проверять и как проверять. Это сняло образ начтения в этих вопросах. Но я знаю, что данная инициатива законодательная это как она так и не была. Спасибо. По вашему мнению, не создает ли государство технологические ограничения и проблемы, связанные с обязательным использованием для ЦИМ только открытых форматов? И как мы знаем, сейчас такой формат – это IFC. Ну, государство можно понять в отношении открытых форматов. Оно не хочет быть зависимым от вендоров, неважно, отечественных или иностранных, но хочет иметь формат, к которому всегда есть доступ, к спецификации которого есть доступ. Поэтому требование предоставлять результат в IFC на определенных этапах для загрузки в различные государственные системы или в XML – это нормально. Другое дело, что если государство хочет передавать результаты от одного исполнителя к другому по жизненному циклу, из проектирования строительства, из строки в эксплуатацию, или из проектирования в эксплуатацию, есть мнение, что так тоже правильнее. Но требовать нужно далеко не только IFC, а обязательно нужен нативный формат. Каком бы ПО его ни сделали, должна быть возможность у заказчика этот нативный формат получить и передать следующему по цепочке с комментарием, что ну вот это сделано вот в таком-то ПО, будьте добры, вы теперь уж продолжайте в этом же ПО работать, чтобы с ним могли дальше продолжить работу. Иначе каждый следующий будет поднимать модель по слепку с предыдущего этапа, а это как раз те самые потери информации, от которых им призван жизненный цикл объекта капстроительства избавить. Нужно, по крайней мере, дать возможность своим подрядчикам пользоваться результатом работы их предшественников. Я поддерживаю Александра, что нужно обязательное скрепление на государственном уровне необходимости передачи застройщику ЦИМ на ТИМных форматах. Но для этого требуется решить вопросы, связанные с авторскими правами и правами передачи ЦИМ третьим лицам. Создает, конечно, но гораздо меньше, чем применение нативных форматов, ведь я смогу на память назвать как минимум десяток несовместимых между собой форматов, которые так или иначе применяются в проектировании и претендуют на звание DIP. Использование любого из них приведет к тому, чтобы заказчик будет вынужден иметь штат сотрудников, обученных работать со всем этим ПО. Я не скажу, что это невозможно, но как минимум затруднительно и дорогостоящее. И более того, многие из присутствующих готовы открывать чужой проект, чтобы что-то посмотреть или тем более там что-то поменять. Так что применение только в открытых форматах это совершенно обоснованное решение, хотя оно и создаёт некую трудность в работе. Собственно, особо значимая проблема – это невозможность редактирования формата EFC, что усложняет производство строительной модели из модели, созданной на тапе при проектировании для проходения экспертизы, и эксплуатационной модели, в которой в теории должны пережить несколько капитальных ремонтов или реконструкций. Спасибо, коллеги. Подчеркну и нашу позицию. На наш взгляд, иметь доступ к полным данным и возможность обновлять их через доступ к оригинальному формату – это выгода для владельцев ОКС. Поэтому в обмене данными, на наш взгляд, должны участвовать все открытые форматы, как открытые, так и нативные. И, кстати, более 10 разных приложений уже имеют встроенную поддержку EFC, схемы 2.3. И в прошлом году Autodesk Revit прошел сертификацию по схеме EFC-4 по экспорту архитектурных данных и конструктивных моделей, став первой платформой BIM, получившей оба сертификата. Ну а теперь переходим от форматов к процессам. Вопрос, а что значит для компании начать применять Team? Для госзаказчика, в том числе технических заказчиков, начать применять Team – это означает в первую очередь пройти обучение его сотрудникам, ну, например, в университете МИЦ-2. Для того, чтобы они понимали, что такое Team, граница применимости данной технологии, чтобы они могли составить техническое задание, если им требуется, например, трехмерная модель, и, собственно говоря, приметь результаты от проектировщиков. Плюс обучение работы в информационных системах, в которых данная модель должна впоследствии вестись. И, собственно говоря, и все. То есть фактически, на самом деле, ничего сверху естественно от технотекущего им не требуется. Если говорить о проектировщиках, то я думаю, что они прекрасно с ними работают и сейчас, и ничего особенного от них точно не потребуется. На текущий момент единственная большая проблема, а как именно задача – это расстройка. Достройки начать применять Team, конечно, сопряжено с определенными сложностями. В частности, например, сейчас Team имеет проблемы с юридической значимостью, да, в части, например, электронного журнала работы. Мы прекрасно знаем, что руководящие документы Ростехнадзора не предполагают сейчас введение электронных журналов. В любом случае, они сдаются все в бумажном виде, проштампованные и прошитые. Это определенное препятствие, скажем, внедрению технологии на этапе строительства. И оно не единственное. Но всем остальным для применения Team, в связи, естественно, ничего требуется. Применение Team потребует компании дополнительной квалификации сотрудников и появления новых штатных единиц, обновления компьютерного и серверного парка, новых регламентов по процессам и работе. В первую очередь хочу обратить внимание на дефицит кадров по направлению Team и BIM. В исследованиях Дом.РФ в рамках подготовки материалов для цифровой академии Дом.РФ выявлено, что на рынке менее 10 тысяч специалистов, работающих в BIM-ПО, то есть умеющих создавать цифровые информационные модели. Специалистов по внедрению Team на рынке менее 200 человек. Поэтому компаниям необходимо начать подготовку своих кадров и в первую очередь руководящего состава для того, чтобы их бизнес перестроился под новые требования. Ну да, для тех, кто уже работает в BIM, это значит начать выдавать госзаказчику информационные модели и смотреть на его реакцию. Что его госзаказчика будет в них устраивать, а что не будет. Думаю, для разных госзаказчиков это будут очень разные вещи. А если компания ранее в BIM не работала, то это хороший повод, чтобы начать. И по госзаказу вначале можно ограничиться папочками в PDF, но при этом где-то там в уме для себя понимать, что папочками дело не ограничится. Нужно идти учиться, учить сотрудников своих. Очень скоро это уже перестанет быть актуальным, а будут гораздо более масштабные требования. И к этому моменту лучше подойти подготовленным. Да, будем надеяться, что наша аудитория как раз сегодня найдет ответы на свои вопросы, которые откроют двери к применению BIM тем, кто планирует идти в этом направлении. И еще один вопрос. Чем отличается готовность заказчика от готовности проектировщика или строителя? Не стыдно, что она чем-то отличается, по крайней мере в рамках его функционала, потому что естественно заказчика несколько отличается. Заказчик должен понимать, какой результат ему нужно, уметь его распознать и оценить. А проектировщик и строитель должны технически иметь этот результат выдать в требуемой заказчику форме. Фактически второй даже сложнее, конечно. Но наши проектировщики и строители в меньшей степени. Тем не менее, это уже идут до дна, и я не думаю, что это вызовет у них сложности. Ну, или давайте на примере, скажем, вы заказчик проекта своего будущего дома, двухэтажного ИЖС. На слуху раз, как у всех, новые технологии BIM. Ее преимущество вы, как заказчик поверхностного, но все же представляете. Вот вы заказываете проект талантливого архитектора. Именно в BIM. Почему в BIM? Не для того же, чтобы научиться работать в модном софте, разобраться в облачных технологиях или проверить за ним коллизии. Нет же. Вас же интересует только результат, и вы ожидаете, что он будет лучше, чем был ранее. Например, то, что там будет точнее или быстрее подсчитано объемом. Как следствие, точнее определены сроки работы. Но основное для вас, как заказчика, это возможность потом десятки лет жить и не исправлять ошибки, оставшиеся после проектирования строительства. У различных участников инвестиционного проекта различные задачи и цели. Соответственно, в рамках своих задач они по-разному готовятся к применению TEAM. При этом заказчику важно правильно ставить задачи и цели и получать нужный результат от исполнителей, проектировщиков и строителей. Для заказчика необходимо знание всех возможностей, TEAM на каждом этапе. Для проектировщиков и строителей важно досконально знать именно свои обязанности. Для разных этапов и задач необходима и разная готовность к использованию ПО. Если для госзаказчиков есть ограничения, то для проектировщиков и строителей этого ограничения в ПО нет. Для заказчиков важны методологические скиллы в применении TEAM и управлении проектами с данными из TEAM. Для проектировщиков скиллы в работе с ПО. У строителей комбинированный подход. Нужно знать и методологию, и ПО по своему направлению. Ну, я со своей стороны скажу, что готовых проектировщиков, которых я здесь и представляю в этой нашей дискуссии, их сейчас гораздо больше, чем готовых заказчиков или готовых строителей. Так сложилось, что BIM в первую очередь распространился в проектировании, поэтому в стройке он сейчас только начал приживаться, да, в крупнейших компаниях, застройщиках, жилья там уже примерно представляют себе, что такое информационное моделирование строительства. Заказчики, в принципе, мало с ним умели дело, потому что принимать результат работы – это совсем не то же самое, что его разрабатывать. И опыта у них, конечно, гораздо меньше практического. Поэтому я считаю, что заказчикам сейчас сложнее всего объективно. Лучшие самые заказчики, конечно, те, кто имеет достаточно опыта и в проектировании, и в стройке, если они принимают строительно-монтажные работы именно. И здесь мне бы хотелось пожелать всем заказчикам сходить на несколько месяцев на практику, да, в проектные и строительные организации, ну, с учетом обсуждаемой нами темы, в те, которые работают уже в информационной модели, посмотреть, какие она дает возможности и как организованы у них процессы. Спасибо, коллеги. А какие изменения должны сейчас произойти в компаниях? Обучение кадров, создание регламентов, выбор инструментов, работы с данными. Что еще требует внимания в компании? Несмотря в каких, проектировщики, так же, как уже было сказано ранее, по моему опыту, в той или иной степени это тоже либо прошли, либо проходят. Строители в массе своей, конечно, пока еще об этом не думают, им будет сложнее. Хотя, потому что в их процессе участвует гораздо больше людей с разными функциями и задачами. Информация имеет свойство мгновенно переставить быть актуальной, если ее актуализируют не вовремя или неправильно. Вот это, конечно, будет сложно. Но это чисто организационный момент. Но мы прекрасно знаем, что большинство участников стройки, так сказать, внизу, не то, что без чертежей работают. Они-то их видят в лучшем случае в качестве поставки для кофе прораба и выполняют в лучшем случае только устные распоряжения. Вот. И теперь они все будут обязаны перепрыгнуть и так чертежей сразу в этих цифровых будущих. И делать это постоянно, методично. А это значит, что в компании подрядчики свои процессы должны быть выстроены идеально и настроены, иначе получится хаос. Но вот это ждет все компании, и именно это сложно. В остальном, я думаю, что это вопрос о способах не вызывает. Руководителям компаний должно прийти осознание, как раньше работы уже не получится. Наступает эрот цифрового контроля как за документацией, так и за исполнителями. Квалифицированные кадры становятся важнейшим ресурсом. Внадрение новых технологий требует времени и финансовых ресурсов. Действовать уже надо начинать сейчас. Ну, мое глубокое убеждение, что в любой компании важнее всего осознать, как в реальности происходит процесс работы. Какие роли на каких этапах в нем задействованы, какие данные, откуда они используют, какие есть повторяющиеся подпроцессы, что важно иметь на входе, что получаем на выходе. И вот осознание этих процессов далеко не у всех. Оно проходит гладко. Кому-то нужны для этого бизнес-аналитики, кому-то свой большой опыт. Да, но это важные процессы. И бизнес-анализ, и разработка схемы данных. Описание этих процессов, поиск возможностей их оптимизации и автоматизации, что сейчас тоже очень актуально. С обязательной обратной связью внутри. Да, не забываем про цикл гейминга, когда обратная связь – это обязательный элемент любой работы. Что удалось, что не удалось, как изменить, чтобы удалось. Это поможет самым естественным образом перейти на любую новую технологию. Информационное моделирование, конечно, в том числе. При этом, разумеется, в компании должны быть люди с опытом работы в конкретных инструментах моделирования. Так как без их знаний, без понимания того, что сейчас позволяет технология, а чего она не позволяет, некому будет предложить, какие процессы можно оптимизировать с помощью этих технологий. Ну и как итог, процесс перехода на новую технологию, он в равной степени, я считаю, зависит как от знаний теоретических, как идут и как должны идти процессы в компании, так и от знаний практических, какие есть программные продукты, как они могут изменить существующие в компании процессы, какие есть способы решения вот этих текущих процессных задач. Спасибо. Я думаю, многим компаниям сейчас потребуется помощь. Подскажите им, пожалуйста, как и кто может помочь, куда им бежать? Коллеги, спокойнее, бежать никуда не надо. Существует университет Минск, который уже на текущий момент обучает специалистов из всех регионов Российской Федерации, именно госзаказчиков. Конечно, на текущий момент это миллионное число, там около 400 человек обучается, но банок будет расширяться. Более того, я точно знаю, что данная программа обучения готовила университеты на полис, потому что я сам делала по направлению, а также школа государственного заказчика на Сахалине. Все контакты этих организаций у нас присутствуют. Можете обратиться к нам, мы поможем. Ну и если говорить уже подробно, то, извините, присутствующие здесь коллеги из Дома РФ разработали прекрасную программу, которая, кстати, захватывает значительно больше функционал, чем просто программа для госзаказчика. Поэтому, мне кажется, с обучением сейчас все обстоит достаточно неплохо. Поэтому паниковать не надо, спокойно учимся, работаем и смотрим, что выходит в нормативе. С учетом объемов государственного заказа, на котором необходимо формировать и вести информационные модели, после 1 января 2020 кода, а это более 10 тысяч контрактов в год, необходимо начинать обучаться уже сейчас. В первую очередь учиться над заказчиком, техническим заказчиком, проектировщиком, а потом строителем. Обучение для госзаказчиков выполняет Университет Минстроя с бесплатными курсами, размещенными на YouTube, и Цифровая Академия Дома РФ с бесплатным курсом по технологиям информационного моделирования. Данные курсы также будут полезны и руководителям, и внедренцам, ГИПам и ГАПам, и остальным участникам строительных проектов. Также для проектировщиков и строителей существует множество коммерческих курсов по работе с ПО, от бесплатных до платных. Подробно о курсах можно узнать из открытых источников, например, энциклопедии Team&BIM.ru и Revit.ru. Ну да, я здесь соглашусь с Романом, что бежать никуда не нужно. Для осознания процессов компании и их формализации нужно, наоборот, глубоко погрузиться в собственную компанию и в то, как она работает. Предварительно можно изучить проектный менеджмент, бизнес-анализ. Без хотя бы базового понимания этих дисциплин, переход на BIM или TIM может превратиться просто в карго-культ. Мы создадим соломенные BIM-модели и будем ожидать, что они нам принесут рост эффективности. Хотя дело-то вовсе не в моделях, а дело в процессах. Это так не работает. Я уже не раз видел людей, компаний, которые говорят, мы перешли работать в Revit. Почему в Revit? Ну вот сейчас модно. И вот он нам дает прирост эффективности. И при том смотришь, что реально нет ни совместной работы, ни даже вывода из того же Revit, спецификации автоматического, отсутствует среда общих данных. И о каком тогда BIM мы говорим в такой ситуации? И даже сводную модель не делают по итогу проектирования для того, чтобы минимально хотя бы 3D-коллизии устранить. То, с чего начинается обычно, начинался раньше переход на BIM любой проектной компании. В чем тогда смысл? Но одной теории тоже мало. И для понимания возможностей программного обеспечения нужно сотрудников обучить, хотя бы пилотную группу. А дальше уже и всех остальных. Дальше двигаться по пилотным проектам. И по поводу конкретных источников обучения. Ну вот уже упоминали университет Минстроя. И Михаиловы курсы от Дома РФ уже представлял. Ну я дополню, что еще очень функциональная платформа есть у Александра Высоцкого, BIM.vc. И на ней по широкому спектру программного обеспечения есть курсы, причем бесплатные по большей части. И по теории самого процесса, самой технологии там тоже есть. И еще будут появляться, я точно знаю, бесплатные курсы. Поэтому рекомендую. Ну я думаю, экосистема Autodesk также всегда готова помочь нашим заказчикам и партнерам. Коллеги, спасибо огромное за ваши комментарии. Я думаю, наша аудитория однозначно стала понятнее. Они получили достаточно развернутые ответы на многие свои вопросы. Спасибо еще раз нашим экспертам. И до новых встреч.